Здравствуйте, друзья! Элла Памфилова решила поздравить фальсификаторов по цеху с Новым Годом! Мои дорогие коллеги, члены избирательных комиссий всех уровней... Дорогие коллеги, говорит Памфилова, учителям, которые задёшево продали своё будущее и будущее своих детей. Позвольте поблагодарить вас за тот огромный труд, за прекрасно проведённую избирательную кампанию. Прекрасно проведённая избирательная кампания. Жду не дождусь, когда вам пожизненно я дадут с конфискацией за такую работу. Масштабную избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Выборы, оказывается, были в Государственную Думу. Вот это вот, когда народных депутатов не пустили, а единороссом нарисовали 14 миллионов голосов. Это, говорит она, выборы были. За ваше умение сплочённо и вместе решать те вызовы, те проблемы, которые стоят перед нашей системой. Оправдание насильственного захвата власти. Главный вызов для вашей системы. Это прекрасно, что избирательная комиссия Республики Татарстан, Республиканская смогла вас всех собрать. А ещё важнее, чтобы народный трибунал вас потом всех собрал. Все вместе. Чтобы далеко не разбежались. И вы сейчас чувствуете и дыхание, и руку, и плечо друг друга. Да, и в окошко заодно поглядываете. Не пришёл там ещё, не собрался народ с вилами. Что вы вместе, что вы единый целый организм, избирательная система Татарстана, которая органично вплетается в избирательную систему всей нашей любимой Великой России. Фальсификаторы, жулики и воры очень органично вплелись в мошеннические действия других фальсификаторов, жуликов и воров. Кто бы сомневался? Во-вторых, хочу особо выделить умение генерировать разного рода идеи. Избирательная комиссия. Главное генерировать разного рода идеи. Как единороссом накрутить 14 миллионов голосов? Которые очень полезны для всех нас, для всей избирательной системы России. Они не просто полезны. Я бы даже сказал, они жизненно необходимы. Иначе вам бы впаяли уже пожизненное с конфискацией. За инновационный подход, за творческий подход к решению тех проблем, которые стоят. Да, шваброй в камеру тыкать или картонкой прикрывать очень, конечно, инновационно. Творчество, прямо скажем, на троечку. Ну и наконец, конечно, я хочу всех вас от всей души, от всего сердца поздравить с наступающим Новым Годом. Не исключено, что это последний для вас Новый Год на свободе. Радуйтесь, пока есть такая возможность. Хочу пожелать вам всем здоровья, благополучия. Да, здоровье на зоне, оно особенно вам пригодится. Деньги от продажи своей совести тоже лучше не все сразу тратить. На передачу вам потом пригодится. Здоровье вашим близким, вашим коллегам, друзьям, соседям, родственникам. Пусть все будут здоровы, пусть все будут счастливы. Боюсь даже представить, какое счастье начнется, как только этих жуликов и воров посадят. Шампанское закончится в первый же день. Ни одного целого баяна на следующий день в стране не останется. Еще раз огромное вам спасибо за ваш честный, добросовестный, профессиональный труд. Да, на улицу хоть раз просто выйдите без охраны. Люди вас всей толпой отблагодарят. Николай Бондаренко напомнил, что за все им придется ответить. Вы же ни слова не сказали по существу. Вы когда говорите о том, что мы комитетом все смотрели. Задача вашего комитета прикрыть ту убогость власти, ту грабительскую политику, которую вы проводите. У вас нет других задач. У вас задача найти красивые формулировки, чтобы задурачить людей. Чтобы трудящиеся не поняли, что происходит в результате вашей активности. Чтобы по телевизору красивые сюжеты вышли, которые будут говорить, что все нормально, вы только поверите. Вот послушайте просто сейчас, вот Антонов сказал, я себе записал. Алексей Васильевич, блин, вы взрослый человек. Вы говорите, мы начинаем эту работу. Да вам надо отвечать за работу. Вы начали 30 лет назад. Сейчас пришло время отчитываться. Вы за 30 лет прожрали наших углеводородов, чтобы полмира отстроить можно. Все народное хозяйство разварили, растащили, ни камня на камне не оставили. Да, вы, ваша власть, жулики и воры, которых вы здесь олицетворяете. И вы сейчас начинаете что-то. В результате вашей деятельности, во сколько партии уже? 20 лет, да? И плюс до вас те же жулики, только в другом статусе ипостаси были. Так вот вы за 20 лет добились ситуации, что у нас 10% дорог в нормативном состоянии. 10%! Я понимаю, что вам это смешно. Вам плевать, как люди живут. Вам абсолютно все равно. Голодают, прыгают с мостов, под поезда. Вам без разницы. Вы съездите с охраной, на служебной машине дорогой. У вас часы дороже, чем у многих избирателей квартира стоит. Что, не смешно, что ли, сейчас, а? Зажиратые с*** сидят здесь через одного. Смеетесь, да? Весело вам. И вы сейчас начинаете что-то. Вам нужно отвечать за ту работу, которую вы проделали. Вы ее не начинаете. Вы ее начали 20 лет назад. А для того, чтобы уйти от ответственности за ту деятельность, которую вы проводили, вы сейчас красивые формулировки мы начинаем делаете. Как будто с вас не за что спрашивать. С вас есть за что спрашивать. За те страшные итоги вашей власти. За обнищание и вымирание. За уничтожение науки и промышлений. Вот за что с вас спрашивать нужно. И если мы берем, сейчас обсуждаем дороги, и за дороги нужно отвечать вам. Потому что у нас сотни населенных пунктов не имеют дорог вообще. Туда нельзя проехать. И виновата в этом ваша партия поганая. Цены растут так быстро, что в воздухе уже витает вопрос. Может выйти не просто на Новый год, а скажем так, с другой целью. Пару дней назад буквально я радовался прорыву, что дизельное топливо стоит 58-60 рублей. И вот сразу после пресс-конференции Санцеликова, вот сейчас опять через ХМАУ проезжаю, 66, господа, 66 рублей литр солярки в нефтедобывающей стране, в нефтедобывающем регионе. Представляете себе, ХМАУ, где качают нефть для всей России, где продают ее за рубеж, здесь литр соляры стоит 66 рублей. Я так думаю, что после Нового года даешь по 100. Ждем с нетерпением, так сказать. Где здравый смысл, где какая-то совесть, где мозг и где пределы утерпения нашего великого народа-победителя. Люди, вы что, литр соляры 66 рублей? Да в США дешевле, я вам с уверенностью говорю. Что дальше-то будет, люди добрые? Сейчас зашел в магазин пачка пшена 125 рублей. У меня обращение ко всем инвесторам, не надо вкладываться в голубые фишки первый эшелон, вкладывайтесь в пшено, вкладывайтесь в морковку, в капусту, во что угодно в России. После Нового года все подорожает еще в 10 раз как минимум. Я не ванга, но уверен на 100%. Как соляра литр могла за две недели подорожать на почти 30%? Это что такое? Это что за инфляция у нас в 7%? Если за неделю опять на 7 рублей подорожало, что это? Как это? Люди добрые. В гнилой этой Европе, которая гниет, в которой скреп нету, была какая-то попытка подорожания топлива, и фермеры приехали, тракторами заблокировали все АЗС. Дальнобойщики побросали свои машины. А у нас в России благодать. За неделю уже второй раз бешеное повышение. И нормально все. И люди заправляются молча, спокойно. Как пресс-конференция закончилась, и сразу соляра еще подорожала почти на десятку. А что после Нового года будет, люди? Как жить-то будем? Как семью-то кормить? Я не знаю. Это уже не смешно. Может, тут пора завязывать с пресс-конференциями? Может, пора завязываться с видеообращением? Может, пора уже думать о чем-то серьезном? Может, выйдем не на Новый год, а на какое-то другое мероприятие? Нам же искусственно создают ситуацию для голодовки просто. Ну, что? Зачем это? Объясните мне. Люди, если будем молчать таки дальше, то до следующей пресс-конференции, на которой нам расскажут, что все у нас хорошо и все растет, мы уже просто не доживем. Я серьезно говорю, что это уже не смешно, это уже не шутки. У меня уже даже для сарказма ни сил нет, ни терпения, потому что это невозможно, это ни в одной стране мира. Наверное, ни один народ в мире не запрягает так долго. Надеюсь, что ехать он будет очень быстро.